Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на вопрос, который поступил на сайт дублейского протала «Экзегет». «Мне стыдно идти на исповедь. У меня слишком много грехов, чтобы говорить о них незнакомому человеку». Ну что сказать? Мне тоже стыдно ходить на исповедь, потому что у меня тоже есть грехи. Но есть такой момент. Сам Христос установил это таинство покаяния, которое совершается через человека. Когда после воскресения он явился апостолом, мы читаем об этом в Евангелии Туана, в 20 главе, 22-23 стих, он сказал, дунул и говорит апостолам, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И вот эта власть отпускали грехи, этот подарок, эта обязанность, она передается от апостолов к их преемникам, епископам и священникам до сих пор через преемство рукоположения. И священник или епископ имеет право отпустить человеку грехи, если он кается. И таинство покаяния – это очень интересная вещь. Мы знаем из истории церкви много случаев, когда особо духовно опытные люди, подвижники в пустынях, молились Богу, и Господь им напрямую прощал грехи. Но всегда это были люди высокой духовной жизни, которые могли так устроить свою душу, что она была способна воспринять эту благодать исцеления. Но мы люди несовершенные. Мы далеко не преподобные Марии Египетские и не Серафимы Саровские. И поэтому нам, как немощным людям, необходима помощь от Бога. И вот Господь специально установил это таинство для того, чтобы в таинстве покаяния наши грехи исцелялись не по нашим немощным силам, а его силой вопреки нашим немощам. И теперь, когда мы приходим на исповедь к человеку, которого Господь на это дело поставил, и приносим в его присутствие покаяние перед Богом, то мы твердо знаем, что Господь исцелил, омыл и очистил все наши грехи, даже если некоторые из них мы по какому-то невнимательности даже забыли, потому что таинство покаяния прощает все грехи. Так вот, важно еще помнить такую замечательную мысль, которая есть в псалтире. В 102-м псалме мы читаем в 13-14 стихах. «Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть». То есть, что мы немощны, что мы из земли созданы. Господь милует нас, как своих детей. И в молитве «Отче наш», например, когда Господь говорит «Отче», Христос говорит «Отче», он использует арамейское «авва», что значит «папочка». Это не отец, это не папа, это именно уменьшительно-ласкательная папочка. Так вот, Господь к нам относится, как любящий папочка к своим детям, и всегда ждет нас. И для того, чтобы у него была возможность всегда нас исцелить, он ставит людей, у которых есть такая власть. Но этого человека бояться не нужно, потому что, как сказали апостолы, вот мы в 14-й главе «Деяния» это читаем, апостолы сказали людям, которым они проповедовали в Листре и Дервии, «Мы такие же подобосрастные люди, как и вы». И вот мы, священники, мы такие же подобосрастные люди, как и вы. И мы тоже совершаем грехи, мы тоже приносим за них покаяние, и Господь не случайно поставил на исповедение ангела безгрешного, которому будет сложно понимать человека, но такого же подобосрастного человека, чтобы он понимал приходящего к нему на исповедь. Да, бывают иногда какие-то неправильные искажения, священник может неправильно отнестись, Но в таком случае очень важно не смущаться и пойти к другому священнику, потому что такие случаи, слава Богу, нечастые, редкие, а нормальный, адекватный священник, он понимает, что сам он грешен, и поэтому ни в коем случае не осудит человека и не будет его ругать, но поможет ему разобраться с его немощами, если тот действительно пришёл для того, чтобы получить от Бога исцеление, пришёл с искренним покаянием. Поэтому не бойтесь, много грехов не бывает, бывают грехи, которые мешают жить и необходимо их исцелять, а священник, незнакомый, конечно, человек, но такой же подобосрастный, как и вы, ничем не лучше вас, и он это прекрасно осознаёт, и поэтому необходимо спокойно приходить, не бояться, и знать, что Господь установил через священников совершаться покаянию полноценно, совершенно, и вопреки нашим немощным силам, силой Божьей.